монета 10 копеек 2014 года российская федерация московский монетный двор на реверсе монеты прописан номинал крупное число 10 под ним обозначено название денежной единицы одной горизонтальной строкой надпись копеек слева и внизу от номинала и обозначение денежной единицы изображен растительный орнамент из двух переплетающихся ветвей на нижнем листе четкая окантовка травинкой имеет прорезь левый завиток почти касается канта справа у канта выступает небольшой завиток по окружности виден четко выраженный кант на аверсе развернутом к реверсу на 0 градусов то есть соотношение сторон медальное в центре поля монеты очеканено рельефное изображение святого георгия победоносца верхом на коне копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями посадка на лошади с наклоном головы вперед за спиной видны складки плаща сбруя лошади имеет украшение фигура святого символизирует победу русского народа над злом а также является элементом герба москвы слева и справа полукругом доль канта отчеканена надпись разделенной головой георгия победоносца на две части банк россии внизу указан год чеканки монеты дата 2014 под передним копытом коня расположена литера м знак московского монетного двора по окружности виден четко выраженный кант гурт гладкий на нем визуально просматривается стальная основа по поводу стальной основы начале 2014 года стальные заготовки монеты блокировались двумя тонкими слоями латуни марки л 90 все три слоя еще в процессе изготовления монетной заготовки спрессовывались после чеканки монеты на гурте была видна стальная основа во второй половине 2014 года гривеники стали чеканить по другой технологии на полностью стальных заготовках покрытие наносилось путем погружения монеты в гальваническую ванну латунью марки л 75 покрывалась вся монета поэтому на гурте стальной основы не видно вот такой стальной основы нет латунь марки л 75 содержит большее количество цинка чем латунь марки л 90 поэтому монета вместо золотистого цвета стала насыщена желто-лимонной вес монеты 1,85 грамм диаметр 17,5 миллиметра толщина 1,25 миллиметра чеканили монету на московском монетном дворе массовым тиражом разновидности монеты первое плакированная заготовка на гурте просматривается стальная основа кант узкий цена от 50 копеек до 200 рублей вторая разновидность гальванизированная заготовка на гурте не просматривается стальная основа кант узкий монета имеет более светлый цвет среди коллекционеров монета получила название лимонка цена такой разновидности от 3 до 1400 рублей третья разновидность блокированная заготовка кант широкий на гурте где просматривается стальная основа цена также от 50 до 200 рублей четвертая разновидность перепутка по аверсу кант широкий вензель монетного двора занижен вследствие применения штемпеля меньшего диаметра от однокопеечной монеты видна непрочеканка по окружности видно затекание металла в желобок между штемпелем и гуртельным кольцом монета редкая в обращении не встречается нумизматы подозревают что происхождение монеты заказное то есть штемпель был заменен намеренно для частной продажи коллекционерам перепуток цена на такие монеты договорная доходит до нескольких тысяч рублей четвертая разновидность не магнитная заготовка разновидность определить легко просто приложив магнит монете цена таких монет от 22 2520 рублей до 26 304 рублей пятая разновидность нестандартные заготовки штемпель реверса от 50 копеек аверс от 10 копеек и штемпель реверса от 10 копеек аверса от 50 копеек аверса от 50 копеек такие монеты хорошо различаются по рисунку канта цена 4 тысяч до 900 до 9 тысяч 900 рублей и шестая разновидность браки вот брак встречается в слове россия слове россии буква о вот это выполнена в форме выпуклого полушара цена таких монет 19 тысяч 999 рублей ну и другие браки это смещение штемпеля выкусы и так далее стоит до 5000 рублей